Сергей Богданович, в первую очередь поздравляю с тем, что футбольный сезон наконец-то продолжается, возобновляется. С каким настроением и в каком состоянии игроки подходят к этой части? Конечно, здорово, что наконец-то футбол возвращается. Все игроки, тренерские штабы, болельщики все соскучились. И мы, конечно же, хотим как можно лучше быть готовыми к возобновлению чемпионата. Все знают сложности, которые есть при подготовке у всех командах. Но футбол – это то, ради чего мы живем, трудимся и все ждут, конечно, возобновления чемпионата. Те тренировки, которые проделала команда за это время, можно ли назвать это какими-то полноценными сборами? Или это те же тренировки, которые проделываются во время сезона примерно? Это не совсем полноценные сборы, потому как на сборах мы понимаем, сколько у нас времени есть, и проводим много занятий в двухразовом режиме. Сейчас у нас такой возможности не было, поэтому старались как-то сделать наш тренировочный процесс такой усредненный между сборами и нашими обычными тренировочными занятиями. И результат – посмотрим, насколько команда будет готова хорошо функционально уже в ближайших матчах, хотя мы понимаем, что требует какого-то прекрасного состояния. Сейчас достаточно сложно, и уже много игроков будет через игры набирать свои лучшие кондиции. Полагала ли та работа, которую проделывали в «Зуме» во время карантина, вот сейчас как-то быстрее набрать кондиции, скажем? Это немножко разная работа, конечно, она очень отличается от той, которую можно проводить на футбольном поле, но, тем не менее, держать себя в тонусе для того, чтобы общаться, для того, чтобы все-таки поддерживать те кондиции, которые есть, касаемо, может быть, общих каких-то функций организма, я думаю, можно. Были ли какие-то микротраммы, или есть они сейчас, и все ли готовы футболисты принять участие в игре с ЦСКА? Какие-то повреждения всегда бывают, значительные, незначительные, у кого-то сложнее. На данный момент, кроме Эммануэля Мамана, все остальные игроки готовятся к игре, и посмотрим, насколько оставшееся время позволит пройти нам и сделать работу качественной и без травм. Известно, что тренерский штаб всегда скрупулезно изучает соперника, но сейчас, когда нет никакой информации о ЦСКА, там ни матча, ни игра, ни видео не существует, как вот сейчас изучить соперника? Мне кажется, команды очень хорошо знакомы друг к другу, и удивить чем-либо кого-либо очень-очень сложно. Конечно, нет информации, кто в каком состоянии, нет возможности посмотреть те же матчи, которые проводил ЦСКА в преддверии возобновления чемпионата. Но, в принципе, мы понимаем и знаем возможности всех игроков, и есть материал, по которому мы будем готовиться, естественно. Здесь сюрпризов, наверное, никаких нет. Чего вообще можно ожидать в целом от этой игры против ЦСКА? ЦСКА очень хорошая команда. Может быть, в последнее время играли не так стабильно, как того хотели болельщики, игроки, тренерский штаб. Но, тем не менее, это один из лидеров нашего футбола, и нам предстоит, конечно, очень сложный, тяжелый выездной матч. Будем к нему готовиться, так же, как к любому другому матчу. Известно, что первый тур после возобновления будет посвящен врачам. Насколько вы солидарны с таким решением? Конечно, мы солидарны. Прекрасно понимаю, насколько сложное и тяжелое время сейчас для работников медицины, здравоохранения. Как много им приходится работать в таких условиях сложных. Многие семьи потеряли своих родных и близких. Конечно, это все прискорбно, и это наше дань уважения работой медиков. Еще раз обратить внимание на их сложный, тяжелый труд.